Девушки отдыхают Иду на бой Мина под нами Стоп, старшина Есть стоп, стоп Помни, телефона нет, если что, сразу наверх Не в первый раз, товарищ военный, не в террорам В 1980 году на советские киноэкраны вышел фильм «Аллегра с огнем» В котором наши моряки разгадывали секрет немецкой акустической мины Такими гитлеровцы в первые дни Великой Отечественной войны Пытались блокировать в районе Севастополя морское сообщение Их же годом ранее они устанавливали в устье британской танцы Англичане тогда нашли решение и очистили акваторию Мины срабатывали на звук отбойного молотка Однако в 1943-м у немцев появились акустические торпеды Обезвредить которые, как считалось, практически невозможно Решить эту задачу неожиданно выпало советскому морскому офицеру Настоящей легенде отечественных водолазов и боевых пловцов Капитану 2-го ранга Ивану Прохватилову Поздним вечером 30 июля 1944 года Командира роты особого назначения Ивана Прохватилова Вызвали в штаб Балтийского флота Поставили задачу срочно обнаружить в Финском заливе Затонувшую всего несколько часов назад вражескую подводную лодку На ее борту, по некоторым сведениям, сверхсекретное вооружение Потопивший лодку экипаж катера в горячке боя не отметил места Оно находилось возле финского побережья Понадеялись на показания всплывших на поверхность командира субмарины И пятерых членов экипажа Их удалось захватить в плен Уникальный случай Но отъявленные нацисты на допросах молчали Прохватилову и его бойцам предстояло вести поиск по ночам Да еще и под обстрелом Тогда Иван, чтобы повысить шансы на успех Решил испробовать военную хитрость Это кадры уникальной хроники Разведчик в костюме легкого водолаза покидает подводную лодку через торпедный аппарат В таком же снаряжении бойцы Прохватилова искали вражескую субмарину Было известно, что Ю-250 лежит на глубине 30 метров А это предел погружения легких водолазов В художественном фильме «Эксперимент доктора Апста» Снаряжение у водолазов похожее, но немного другое До конца войны про ласты в советском флоте не знали Тогда ходили по дну пешком, что еще сильнее усложняло поиски Двое суток подчиненные Прохватилова возвращались с глубины с пустыми руками и с кислородным отравлением Наконец Иван приказал поиск прекратить и отправился в штаб, где попросил разрешение лично допросить командира вражеской подлодки Он поймал немца на слабо Когда немец стал говорить о том, что он большой профессионал, Иван Васильевич Прохватилов сказал ему, что он абсолютно некомпетентный подводник И вообще шел не там, где надо и оказался не там, где надо На что немец сказал, почему не там, где надо Мы вот как здесь шли, показав на карте, отчеркнув ногтем Вот там вы нас и взяли, вот в этом месте нас и потопили После чего Иван Васильевич взырвал карту и сказал, отлично, спасибо, вот как раз там мы и посмотрим Вскоре лодка была обнаружена Но теперь требовалось попасть внутрь, чтобы получить бесценную информацию Враг всеми силами старался этого не допустить Самолеты, справа 30 Ухов, давай, давай, зайдем Кроме авиации, место гибели лодки с берега обстреливала вражеская артиллерия А с моря пытались минировать и атаковать корабли Казалось, о выполнении задачи советским водолазам можно и не мечтать Живыми бы уйти Но для Прохватилова рисковать жизнь, выполняя приказ, было делом вполне заурядным Иван, от природы рослый и плечистый, когда попал служить срочно и на флот Обратил на себя внимание контр-адмирала Фотия Крылова Который был специалистом по аварийно-спасательным работам И военачальник рекомендовал двухметрового парня в водолазный техникум Раз, два, три, сап! Полеч, я не заварю эти гайки Номер два Как воздух Хорош воздух Заскрыть лимонад Богатырское здоровье имело большое значение Иван освоил особую специальность, стал тяжелым водолазом А их снаряжение весило около 85 килограммов Это шлем с манишкой, который достигал веса 18 килограмм Две медали, которая висела спереди и сзади по 16 килограмм А боты водолазные, каждый по 12 килограмм Не каждый водолаз, имеющий физическое здоровье, мог справиться с таким снаряжением А Иван Васильевич Прохватилов своей вот массой А он достигал веса до 100 килограмм в то время А рост у него был по 2 метра Вот все его физические качества подходили от тяжелого водолаза Иван стал одним из лучших специалистов Водолазом-стахановцем, как тогда говорили Уже в Ипроне, насколько я знаю, он был как минимум в нескольких серьезных экспедициях Это было освобождение из ледового плена судна «Кузнец лесов» Это был подрыв скалы на Сахалине Еще несколько И в 1939 году Прохватилов сдал экзамен Однако Иван получил лейтенантское звание и приказ Создать подразделение боевых пловцов Или так называемую роту особого назначения РОН К 25 августа 1941 года рота штатной численностью 146 человек была сформирована Все специальное снаряжение они клеили сами из сбитых эростатов Потому что у них в роте был мастер, который работал на красном треугольнике Который был способен работать с резиной Герметичные мешки для оружия или боеприпасов для взрывчатки Надувные лодки специальные Это была такая небольшая лодочка В днище были врезаны штанины То есть человек в них фактически сидел Ноги были в воде Водолаз в снаряжении И в этой лодке он шел к берегу Если он видел, что идет катер охраны Они выпускали воздух из лодки Погружались под воду Включившийся в аппарат, конечно Катер проходил над ними Или сторожевая шлюпка Они опять надували лодочку Сплывали на поверхность и плыли дальше В начале сентября 1941-го Из разведотдела штаба Ленинградского фронта Поступило первое задание Выбить финский десант С одного из островов у Карельского перешейка В районе Выборга Туда было выслано два водолаза-разведчика Которые прошли по дну Вышли на остров С собой они тянули телефонные кабеля Чтобы по этим кабелям Другие водолазы могли выйти на остров И вот в ночь на четвертые сутки Водолазы на шлюпках Высадились на этот остров В количестве около 50 человек Атаковали позиции финнов Но финнов в это время там не оказалось И тогда Иван Васильевич Прохватилов Понял, что просочились данные Или были замечены финнами Наша подготовка И он сказал, что об любой операции Никто больше не должен знать Кроме командира Следующее задание не заставило себя ждать 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады И командование Ленинградского фронта Решило его прорвать Важной составной частью операции Должен был стать Отвлекающий десант Сладожского озера Роте особого назначения Приказали севернее Шлиссельбурга Выйти на берег И удерживать позиции до подхода основных сил 23 сентября ночью Десант под командованием Прохватилова Погрузился на два маленьких катера И вышел в Ладожское озеро В шестибальный шторм При котором обычно судоходство запрещалось Когда они высаживались Конечно, они подошли на шлюпках К берегу И полтора километра шли По грудь в холодной ледяной воде Вышли на берег Прохватилов видел, что матросы замерзли Дал команду отжаться И провели разведку В 150 метрах, оказывается, были огневые позиции немцев При высадке намокла и вышла из строя рация Что сразу осложнило положение Прохватилов передал по цепочке В случае обнаружения все в атаку Разведчики стали ждать высадку основного десанта Прошли сутки Другие Был съеден весь взятый с собой запас продуктов Почти все были простужены Людей мучил кашель Требовалось что-то решать Партийное, как тогда было заведено собрание Прошло прямо под носом у немцев За большим волном Мрачный Прохватилов Обратился к бойцам Думаю, десант наших войск Отменен Предлагаю прорваться с боем Через Синявинские болота Все Предложение командира приняли единогласно Рано утром 25 сентября Десантники двинулись на прорыв Иван шел впереди и едва Застрочили пулеметы Скомандовал Вперед, не останавливаться Путь преградила группа немцев Послышалось Рус, сдавайся Впереди группы бежал ефрейтор Который кричал особенно громко Прохватилов Садил в него из винтовки Три пули Второго немца свалил прикладом А в самую гущу врагов Швырнул противотанковую гранату Моряки, вскочив, бросились на прорыв Началась рукопашная В которой все решили натиск и храбрость Прохватиловцы прорвались Отряд уничтожил 10 вражеских пулеметных гнезд И до 80 солдат Сами моряки потеряли троих убитыми И десятерых ранеными Но всех вынесли к своим Никого не оставили За храбрость, находчивость и грамотное командование Прохватилова наградили орденом Красного Знамени И представили к званию старшего лейтенанта Эти поощрения Только повысили градус ответственности командира роты за подчиненных В тот момент в Ленинграде уже начался голод Прорвать блокаду так и не удалось И Ивану требовалось придумать, как хотя бы просто прокормить людей У него постоянно как минимум два человека выходили на лодках Собирали рыбу, которая была оглушена после взрывов Шла война в заливе постоянно То бомбежки, то еще что-то Рыбы было много Рыбы если не находили, то тогда отъевшиеся на рыбе чайки ловили и их Прадед говорил, что отвратительная, ужасная еда, ну что поделать? Началась первая блокадная зима В Ленинграде каждый месяц в среднем умирало по 100 тысяч человек Когда гладь Ладожского озера покрылась льдом достаточной толщины Командованием Ленинградского фронта было решено проложить по нему трассу Легендарную дорогу жизни В ее прокладке принимали участие и водолазы-разведчики прохватил его Водолазы спускались, делали промеры глубин акватории Ладожского озера Потому что стояла задача, чтобы сделать дорогу жизни, чтобы не было больших глубин В случае, если тонет техника, то ее можно было бы поднять на поверхность И с этой задачей водолазы роты особого назначения справились успешно Зимой подразделение занималось подъемом затонувших машин А когда лед сошел, легких водолазов роты привлекли к прокладке в Ленинград По дну Ладожского озера кабеля Для подачи электроэнергии и трубопровода для перекачки нефтепродуктов Для прокладки кабелей и бензопровода они смотрели трассу Как это лучше класть Для легкого водолаза это проще, чем для вентилированного водолаза Потому что легкий водолаз, он более свободен в перемещениях Водолаз в вентилированном снаряжении привязан к водолазному боту или к судну Привязан к помпе, шлангам 30 метров туда-сюда И дальше надо переставлять водолазный бот Начиная с 1942 года немцы пытались прервать движение между Ленинградом и Кронштадтом По ночам вражеские самолеты постоянно сбрасывали мины на парашютах С захваченного берега Финского залива, из районов Петергофа и Стрельны Гитлеровцы пускали по течению дырявые лодки и просто ящики с минами, которые тонули в фарватерах Мин в Финском заливе было столько, что моряки в шутку называли его супом с клетками Бойцам из рота Прохватилова приходилось их обезвреживать Но мины часто бывали сюрпризы А где же понтон? Понтон всплыл! Сык бесячему батькове Черт! Что вы думаете по этому поводу, лейтенант? Я ничего не могу сказать Не знаю Железно-немецкая логика Мину станут поднимать для того, чтобы разгадать ее секрет Как этому помешать? Подключить гидростат к взрывателю Мину поднимут, давление упадет, цель замкнется и взрыв! Водолазы-диверсанты разгадали эту загадку И был сделан специальный плотик для этой мины Мина на поверхность не поднималась А просто закреплялась в подводном положении плотики Транспортировалась вдаль от военных подразделений Или от портов, причалов И уже на рейде где-то взрывалась Но чаще всего бойцов РОН отправляли в разведку Линия фронта замерла на месте И проникнуть через нее во вражеский тыл было почти невозможно А вот полностью защитить от проникновения береговую линию враг не мог Однако вскоре немцы поняли, что против них на Балтике Воюют диверсанты-водолазы и стали принимать меры Немцы загораживали устья рек, речек, речушек И ручье колючей проволокой с заграждениями Они резали колючую проволоку под водой Оставляя ту часть, которая была над водой с заграждением нетронутыми Проводили ребят Те выходили на берег, снимали снаряжение уже в немецкой форме С оружием, с документами они уходили в тыл ЗК брали, значит, ловили немца в подходящем месте Одевали на него снаряжение аппарата На оглушенного связанного И тащили под водой его К тому моменту боевыми пловцами Прохватилова Уже был накоплен уникальный опыт Еще в 1941-м напротив захваченного немцами Петергофа затонуло судно Иван придумал организовать там наблюдательный пост С обратной стороны они в нем аккуратно ночью прорезали отверстие Они заходили внутрь него, внутрь судна Там было почти сухое такое место И с передней, с нужной им стороны они прорезали несколько отверстий для наблюдения И внутри судна, находясь на расстоянии нескольких сотен метров от Нижнего парка Петергофа Они как раз наблюдали В конце октября 1942 года наблюдатели заметили Что немцы в районе Петергофской пристани активизировались Работают в три смены при свете фонарей Разведотдел штаба флота дал приказ направить туда разведчиков-водолазов И заодно выяснить, в каком состоянии находится скульптура центрального фонтана «Самсон» Первый раз разведчик прошел по каналу Петергофскому Практически дошел до Самсона Глубина была буквально метр Он прошел туда, посмотрел Говорит, Самсона я не увидел, но какое-то сооружение То ли его закрыли досками или чем-то Вернулся обратно Второй раз они уже не попали туда Потому что канал уже был завален старыми кроватями Старыми железными металлическими прутьями всякими Но тем не менее выяснили, что на берегу есть хранилище мин Замысел врага стал понятен В Петергофе строили новую пристань К тому же было известно, что в конце сентября 1942 года Немцы доставили туда по железной дороге семь быстроходных моторных катеров На них планировали грузить по ночам с пристани мины И таким образом поставить минирование фарватеров к Кронштадту на поток Кронштадт был сердцем обороны Ленинграда Через него снабжались береговые батареи и Араньенбаумский плацдар Здесь была база кораблей, которые поддерживали защитников города своими орудиями И прикрывали зенитками неба Всем было ясно Блокирует Кронштадт и город на Неве падет Так что пристань требовалось срочно взорвать Предложили использовать для этого морские мины Добились нейтральной плавой части мин Чтобы они не тонули, не всплывали, а находились под водой И с ними начали тренироваться Стало понятно, что толкать мину под водой невозможно Не видно, куда плывешь Она неудобная, очень сложно Поэтому к минам приспособили нечто вроде вожжей В которые водолаз впрягался и тащил за собой эту мину прямо под водой Предполагалось как? Что на нее вставят магнитную мину с чистовым механизмом Запускают чистовый механизм И в определенное время взрывается магнитная мина и подрывает основной заряд К тому моменту, как вражеские саперы начали обшивать пристань досками Все было готово для подрыва Две мины и четырех водолазов ночью погрузили на шлюпку Ее и еще один малый катер взяли на буксир два бронекатера Когда вся эта небольшая эскадра находилась уже в двух километрах от вражеского берега Прохватилов перешел на малый катер И еще на километр отбуксировал шлюпку ближе к цели Дальше разведчики пошли на веслах Прохватилов вернулся на головной бронекатер И стал ждать, когда вернется шлюпка с людьми Ночь подходила к концу, а водолазы все не возвращались Едва рассвело, немцы открыли огонь Прохватилов и еще один матрос перешли на малый катер И поставили дымовую завесу Однако ее быстро сдуло ветром Снаряды тем временем ложились все ближе и ближе Иван должен был принять решение Ждать четверых водолазов, рискуя экипажами двух бронекатеров Или отходить Прохватилов выбрал отходить Он был уверен, его ребята никогда не подумают, что он их бросил Едва прибыли на базу, Иван по телефону запросил все посты наблюдения Вскоре поступило сообщение В 9 часов 12 минут в районе Петергофской пристани Наблюдались почти одновременно два взрыва Но где же наши водолазы? Неужели погибли? Прохватилов не находил себе места Наконец, один из постов наблюдения передал На берегу в районе Ольгина лежит шлюпка, а возле нее спят люди Через пару часов быстроходный катер доставил героев на базу После этой удачной операции Прохватилов присвоили звание капитан-лейтенанта Однако противостояние его роты с вражескими катерами, которые минировали Финский залив, не закончилось В 43-м году появились какие-то немецкие бестроходные катера в заливе Ходили и быстро прятались Это было настолько насторожило всю, ну, отстрельный до Санкт-Петербурга По прямой катера пять минут могли добираться И они могли привезти взрывчатку И если в целом, 40 узлов очень сложно поразить Поэтому перед командованием разведки, особенно Прохватилов, была поставлена задача Определить, где базируются эти фашистские катера Выполнить задачу никак не удавалось Получалось, что катера где-то в районе Стрельной Но немцы за два года оккупации так плотно прикрыли здесь берег колючей проволокой и постами Что рота во время разведрейдов потеряла несколько человек И все же Прохватилов нашел выход Нашелся один диверсант, который до войны работал на Стрельницкой спасательной станции Которая находилась на оконечности морского Петровского мола до войны И он прекрасно знал всю эту акваторию и, главное, пристанскую улицу, портовую, портовый канал Потому что каждый день ходил на работу 26 сентября 1943 года этого диверсанта, Мичмана Никитина, отправили в Стрельну Он пробрался в портовый канал и в порту нашел катера, стоящие на берегу под маскировочной сеткой Уже в ночь со 2 на 3 октября Прохватилов проводил в Стрельну десант из четырех групп водолазов-разведчиков Чтобы они высадились и уничтожили катера, а также вражеский наблюдательный пост Однако ночная темнота и волнение в три балла помешали десанту найти Стрельнинскую дамбу И Прохватилов отменил операцию Стало понятно, что без определенного ориентира на берегу практически задачу-то решить сложно Тогда решили высадить на следующий день водолаза-разведчика Который скрытно выйдет на берег и начнет подавать сигналы фонарикам Из своих бойцов Прохватилов отобрал добровольца, недоучившегося студента Всеволода Ананьева Вроде его все называли Севой Забрасывать его Иван отправился лично на небольшом катере с опытным старшиной-мотористом Причем Иван надел не рабочую робу, а парадный китель капитан-лейтенанта День 4 октября 1943 года выдался дождливым Тучи как раз сгустились над Стрельной и днем стало темно, как ночью Прохватилов приказал на всей скорости нестись к берегу, чтобы Ананьеву меньше пришлось идти под водой Тот уже сидел на готове в костюме легкого водолаза И тут из-за туч выглянуло солнце Немцы заметили катер Было видно, как они быстро занимают места у пулеметов Но в лучах солнца, награды на груди и пуговицы на мундире Прохватилова так сверкали, что немцы решили Капитан-лейтенант прибыл сдаваться Они замахали руками, указывая, где лучше причалить к берегу Иван в ответ жестикулировал, показывая, мол, здесь мелко, причалит чуть дальше В какой-то момент Иван незаметно ногой столкнул Ананьева за борт Катер шел вдоль берега Было прохладно, но у Прохватилова от напряжения подтек по спине ручьями Немцы снова махали причаливать Стволы пулеметов провожали катер по мере его движения Наконец Прохватилов рыкнул Правая руля, самый полный Катер дернулся, и Иван повалился навзничь С берега застрочили пулеметы Старшина-моторист шел зигзагом, бросая катер на малейший кусочек воды Где не было всплесков и фонтанчиков Наконец, свист пуль затих Вырвались Только в бортах катера зияли десять пробоин В ту же ночь, 5 октября 1943-го, в Стрельне отправился десант из моряков роты Прохватили Ананьев просигналил шлюпкам, куда причалить Отряд разбился на три группы Одна отправилась уничтожать катера Вторая – немецкий наблюдательный пункт А третья заняла позицию у основания дамбы Чтобы не пустить на нее вражеские подкрепления Мы находимся именно на том историческом месте, где происходил подвиг в ночь с 4 на 5 октября 1943-го года Именно здесь, вот на этом месте, был один катер на воде На том берегу три катера под массой сеткой Тут находилось здание стрельницкого парусного клуба, где немцы оборудовали наблюдательный пост На оконечности дамбы были стрельницкая спасательная станция «Свышка», где тоже немцы были Атака бойцов из роты Прохватилова была настолько стремительной, что немцы не успели оказать серьезного сопротивления Большую часть врагов перебили, а катера уничтожили Так как взрыватели отсырели, разведчики использовали гранаты После выполнения задачи они сняли с дамбы Ананьева и вышли в море, где их ждали бронекатера с Прохватиловым на борту До конца войны в этом месте больше попыток немцы минировать канал не делали Поэтому рота особого назначения выполнила свою задачу полностью В январе 1944-го Ленинград был полностью деблокирован, а враг отброшен от стен города Начались бои за Карельский перешейк, во время которых в июне 1944-го Прохватилов был тяжело ранен Он еще не успел долечиться, когда пришли известия, что в Финском заливе начали действовать немецкие подводные лодки, которых до этого здесь не было В 18 марта 1944-го финское правительство затребовало в Германии после падения Выборга военной помощи против советского наступления на Финляндию И в качестве одной из мер поддержки 19 июня из Финля и других баз в Таллин были посланы три подводные лодки седьмой сейки Чуть позже командующий Фиксмариеве гросс-адмирал Карл Джуниц начал перебрасывать в Таллин и Лебал и другие подводные лодки из Финля и других домашних баз на Балтех В их состав входило и У-250 Сначала в проливе Бьерк и Зунд один за другим по неизвестной причине погибли два наших катера морских охотников Выжившие моряки из числа этих экипажей ничего объяснить не смогли Воздушных атак не было, море накануне протралили от мин Только когда оставшуюся кормовую часть одного из кораблей отбуксировали на базу, в корпусе обнаружили детали торпеды Стало ясно, несмотря на множество банок и отмели в пролив проникают немецкие подводные лодки В полдень 30 июля 1944 года одна из них, У-250, капитан-лейтенанта Вернера Шмидта, протопила еще одного морского охотника МО-105 В этот момент рядом находился другой катер МО-103 старшего лейтенанта Каленко И спустя несколько часов, в частности, 19.06, на нем заметили, что ему подают сигналы, в частности, ракетами и гудками сирены, катер, который ранее ставил дым за лесу Тогда под водой Каленко обнаружил уходящую на северо-запад подводную лодку И он начал сбрасывать глубины После того, как прохватил его, удалось обманным маневром выжить из командира вражеской подводной лодки Координаты Он вместе с лучшими своими водолазами снова направился в пролив Бьоркезунд Вскоре водолазный бот встал на якорь, приступили к работе Лодку нашли с третьей попытки, люк в рубке был открыт Однако вскоре стало ясно, зайти внутрь будет непросто Причина – предельная глубина Долго там водолазы в легководолазном снаряжении находиться не могли Поднимались уже полностью уставшие, у них шла кровавая пена После этого было принято решение, несмотря на все риски, отправлять туда водолаза Тяжелого в тяжелом водолазном снаряжении А проблема с зайти в лодку в чем? Диаметр люка 650 миллиметров Я не знаю, какой точно был на У-250, но я думаю, тот же самый размер Надо было пройти через рубочный люк, потом войти в центральный пост Потом пройти в каюту командира, найти документы, вынести их А документы, карты, они впинали в таком То есть достаточно громоздкая вся эта операция была Единственное, что здесь немножко облегчало их жизнь, что пока у тебя все нормально с железом Пока тебя качает воздух, пока ты дышишь, у тебя есть время на то, чтобы спокойненько разобраться Ситуация, цепиться и так далее Прохватилов отправил в лодку в тяжелом снаряжении опытного водолаза Сергея Непомнящего Сначала все шло хорошо, он успешно проник в лодку Хотя нервировали плававшие внутри тела членов экипажа Нашел каюту капитана, пинал с картами и отправился обратно Но возвращаясь, увидел, что почти вся команда утопленников собралась у выхода Растолкав их, водолаз направился к выходу и вдруг понял, что выйти не может В этот момент нервы у него не выдержали Он поймал именно такую паническую атаку, как впоследствии выяснилось Когда он начал вылезать через люк, он забыл стравить воздух И его раздувшийся водолазный костюм мешал ему вылезти Боец это воспринял как то, что его держат мертвецы Но в тот момент, когда готовился уже дополнительный водолаз, чтобы его спасать Ему стало полегче, он понял, что же все-таки произошло И спокойно выбрался наружу Среди поднятых документов была обнаружена карта фарватера По которой немецкие лодки проникали в восточную часть Финского залива Но еще важнее оказалась информация, что на борту находятся новейшие акустические торпеды После этого было принято решение У-250 поднять со дна 18 августа 1944 года немецкое военно-морское командование Отдало приказ уничтожить подводную лодку во что бы то ни стало Не дать поднять ее русскому И это дело поручили пятый, платили торпедных катеров В ночь на 31 августа торпедные катера вместе с финскими тратчиками побывали на месте гибли в акустике Днем водолазные боты обстреливались в проливе финской артиллерии Поэтому пришлось работать по ночам Над местом подъема лодки специальные катера постановщики дымовых завес Постоянно поддерживали дымный столб диаметром 4 и высотой полкилометра Видимость была такая, что с носа корабля не видно корму У моряков слезились глаза, першило в горле Но они продолжали работать Спускать под воду водолазов, которые заводили под лодку прикрепленные к понтонам тросы Наконец, 14 сентября У-250 была поднята и отбуксирована в Кронштадт Супер-секретные акустические торпеды были целехонькие Две из них находились в торпедных аппаратах внутри отсека Узнав об этом, 30 ноября 1944 года Черчилль написал Сталину, слезно боляя ему прислать одну из немецких торпед для исследования и испытаний Сталин отправлять торпеду отказался Но предложил Черчиллю выбор Либо Советский Союз делится с англичанами полученными сведениями Либо они присылают своих специалистов для изучения торпеды на месте Черчилль выбрал второй вариант Так уловка Прохватилова, позволившая выудить из немецкого капитана координаты Повлияла на мировую политику Казалось бы, это даст новый импульс развитию работы водолазов-разведчиков Однако неожиданно в штабе Балтийского флота решили, что потребность в них отпала Ведь боевые действия в Финском заливе закончились Ближе к концу войны командование Балтийского флота принимает решение о расформировании роты особого назначения Под командованием Ивана Васильевича Прохватилова Несмотря на то, что сам Прохватилов писал письма Обращался в разные инстанции, ничего не помогло К сожалению, отказались оставить этот опыт, который был накоплен водолазами-разведчиками И перевезти куда-то После войны Прохватилов прослужил еще 8 лет и ушел в отставку по состоянию здоровья Он был секретарем порторганизации в совхозе Чернова И в связи с тем, что он был человек серьезный, ответственный Конечно, он вывел совхоз в совхозы-миллионеры В совхозе очень уважали его Прохватилов оставил дневниковые записи Писал для газет заметки о подвигах своей роты И при каждом удобном случае возвращался к морю, которое было для него родным домом Иван Прохватилов всегда был уверен, что после расформирования его роты История отечественного подводного спецназа не закончится Еще много лет он работал над созданием водолазного снаряжения особого назначения И оказался прав В 1956 году в Советском военно-морском флоте Были воссозданы спецподразделения боевых пловцов, которые существуют до сих пор Рота особого назначения штаба болтфлота, ставшая их предтечей Показала на практике, что подводный спецназ обладает огромным потенциалом Она навечно осталась в истории отечественного флота А ее командир, капитан 2-го ранга Иван Прохватилов, стал настоящей легендой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова